Девушки отдыхают Стало совсем темно Фриц и Марин, прижавшись друг к другу, не смели вымолвить ни слова Им чудилось, что они слышат шелест мягких крыльев и отдаленную черную музыку Яркая полоса света блеснула на стене Дети знали, что это младенец Иисус Пролетел на блестящем облаке к другим счастливым детям Вдруг раздался серебристый звон колокольчика Дверь отворилась И из большой комнаты ворвался поток такого яркого света Что дети замерли на пороге с громким возгласом В эту минуту папа и мама подошли к двери Взяли детей за руки и сказали Идите, идите, милые дети И посмотрите, что дарит вам Христос Красовались на них ряльки, разноцветные конфеты и другие Создался звон колокольчика Двери и окна растворились Видно было, как по залу прокуриваются очень маленькие, очаровательные Кавалеры и дамы с бельями на шляпах и платьях с длинными шлейками Христос остался, Фрид смотрел на чудный замок На гуляющих и танцующих куколок И наконец сказал «Крестная седьмая, пусти меня так же в свой замок!» Крестный объяснил ему, что это невозможно И был, конечно же, прав Со стороны Фридца было довольно глупо Желать войти в замок, который вместе с золотой Так были хорошенькие башки, как будто были на них нарисованы При таком нарядном платье он привесил себе узкий и поворотливый плащ Который белки из деревянной дошечки И сдавал в ладенке самку простую шапочку Это показалось Мари смешным Но, впрочем, думала она, крестная друсельмая Моя сюрприз первую накидку и никуда не годную шляпку Это же не мешает ему быть очень милым крестным отцом Мари не посметь сомкнуть глаз Уж я это знаю! Он ушел, а Мари стала убедительно упрашивать «Оставь меня здесь, милая мамочка, на одну минуточку! Одну маленькую минуточку! Мне нужно точно прикрыть, а так только я это сделаю Я сейчас же пойду спать!» Мама согласилась на просьбы своей тихой и разумной девочки Но подумала, что Мари, увлекшись своими игрушками Забудет погасить в комнате свечи Поэтому она сделала этот сомат И оставила зажженной одну висячью лампу Которая спускалась с потолка Разливая мягкий и приятный свет «Приходи поскорее, милая Мария, иначе ты завтра не станешь в школе!» Сказала мама и ушел в спальню Как только Мари осталась одна Она тотчас же сделала то, что ее очень беспокоило Но чего она, сама не зная почему, не открыла своей маме Больной щелкунчик все еще оставался у нее на руках Завернутый в платок Теперь она бережно положила его на стоп Осторожно развернула платок и осмотрела его раны Щелкунчик был очень бледен Он улыбался так грустно и ласково Что трогал Мари до глубины души Ах, щелкунчик! Сказала мама и он сидел на часах вместо совы А желтые полы его ковтана спустались, как крылья с обеих сторон А когда она всталась, то закричала громко, почти со склизами Грестный, дрожь сельвая, что ты делаешь там наверху? Сойди ко мне, и не куда? Я там злой грестный, дрожь сельвая В эту минуту со всех сторон раздалось и хитрилья, и стреск И скоро тысячи маленьких лапок задовывали за стенами А тысячи маленьких огоньков блеснули с пола Ну а это были не огоньки. Это были маленькие, сверкающие глаза. И Мария заметила, что навсюду мы глядовали и вылезали мыши. Сложно топ-топ-топ, топ-топ-топ, топ-топ-топ-топ раздалось по всей комнате. И стаи мыши все более и более многочисленные поскакали со всех сторон. И выстроились наконец-то рядами, как солдаты-фрицы перед битвой. Начался такой ужасный и резкий свист. Дрожь пробежала у нее по спине. Что же она убитала? У самых ее ног точно выпрошенные подземной силой полетели к мерку в песок и звезды, раздравленные камешками. Вслед за ними с ужасным щеплением и свистом из-под пола поднялся мышиный король. Из шкафа выступили геросины и драгоны в лист. Я сама чуть не упала в обморок от страха. Ты лежала, а вокруг тебя валялись разбросанные куклы, ловятые солдатики, птицы и разломанные фигурки с прядком. Щелкунчик лежал на твоей оправданной руке, а недалеко от тебя валялся твой левый башмак. Милая мамочка, мамочка, это ты видела следы большой битвы между куклами и мышами. Я была так сильно испугана тем, что мы же хотели взять в плен бедного щелкунчика, который командовал армией кукол, что бросила башмак к мышей. А вот что произошло потом, я сама не знаю. И сказал странным, потрескивающим голосом, Часы стучите, так, 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 и огласите полночный мрак. Грозами вея, сава летит, беду подчурья, король бежит, Часы стучите, так, 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 и огласите полночный мрак. Мари во все глаза смотрела на крестного Друссельмайра. Он сделался вдруг каким-то странным, еще более безобразным, чем прежде. А правой рукой махал взад и вперед. Точно его кто-то дергал за проволоку, ну, как варионерку. Марина шутно испугалась, было своего крестного. Не будь с ней сейчас мама и фрица, который потихонечку пробрался в комнату. Не сердись за то, что я не вырвал мышиному королю все его четырнадцать глаз, Сказал Друссельмайр. Это было невозможно. Зато я приготовил тебе небольшой подарок. С этими словами судья полез в карман и что-то вынул самым бережным образом. Это был щелкунчик. Который даже время что-то отвратительное свистело и пыщало. А-а-а, это мышь! Опять лезут мышь! С избуком воскликнула Марин и собиралась разбудить маму. Как голос ее сага. И она не могла пошеледить ни одним пальчиком при виде мышиного короля, который вылезал из дыры в стене. Вот он, сверкая глазами, проскалял по говноте в своих семи коронах. А затем в один прыжок очутился на столике возле кровати Марин. И я... А дай мне свои сахарные горошинки. А дай мне засахаренный миндаль, маленькая девчонка. Или я разгрызу пополам твоего щелкунчика. Твоего милого щелкунчика. Так визжал мышиный король, отвратительно щелкал и скрижищал зубами, а потом быстро исчез сквозь перу в стене. Я на все готова, чтобы вас спасти. Хотя это очень тяжело. Между тем, щелкунчик смотрел так жалобно, что Марин решила пожертвовать всем. Ей без того казалось, что она уже видит разверстые пасти вышиного короля, готовые подглотить несчастного южа. Вечером Марина ставила сахарные фигурки на краю полки. Там, где накануне лежали ее сладости. Ну нет, ну это слишком досадно. Воскликнула мама на следующее утро. Вероятно, большая гадкая мышь, хотя они еще в стеклянном шкафу. Все хорошенькие сахарные куколки Мари изгрызаны и искусаны. В первую минуту Мари не могла удержаться от слез. Но она скоро снова улыбнулась, потому что подумала... А что за беда? Да то щелкунчик спасет. Приняла. Вдруг Тонкий серебристый туман постепенно поднимаясь, окутал щелкунчика и ее саму. Ей послышалось странное пение, шелест и журчание, которое замерло детям в даю. Вдруг Мари почувствовала, что она поднимается точно на сливающихся волнах и поднимается все выше и выше, все выше и выше и выше. Вдруг Мари упала вниз в синемо-ерной высоту. Когда она очнулась, и мама бывала около нее. Ну разве можно падать со стула такой большой девочкой, как ты? И залала она. К нам приехал бы мяник крестного гостя Майя. Вот и умница. Мари отлинулась, крестный и стеклянный, в реке желтых кота и улыбался с довольным видом, держа на руку очень маленького, но он цифройного молодого человека с румянным личиком. Великолепный красный каптан, шутый золотом, белые шелковые джунки и башмачки составляли ему наряд. Очаровательный букетик цветов украшал жрабо, а шпага на боку сверкала точно стеланная из драгоценных камней. Удрины и запрещены в прекрасную косу, которая висела сзади. Молодой человек был так любезен, что преподнес Марину множество великолепных игрушек, а главное, огромное количество вкусного засахаренного миндаля. И совершенно такие засахарные фигурки, какие из грызг душиный король. В лицу он подарил прекрасную сапу. За столом с ртуба разлеталась в древности. Марина, покрасневшая как мак, в виде красивого молодого человека, стала еще плоснее, когда после обеда он пригласил найти его в гостинам. «Крошенько играйте в мельские, ребята!» Крикну крестный. Как только юный Дросильмай остался вдвоем с Марин, он, по-моему, же была объявлена невестой молодого Дросильмая. Говорят, что через год он увез ее на золотой колете с запряженной серебряными лошадьми. На свадьбе отзывали двадцать две тысячи кукол, украшенных жемчугом и бриллиантами. А в настоящее время море царствуют в стране со свертающими рождественскими лесами, с прозрачными сахарными замками, одни словом, и стране, полной венековедки и чудеса. Такая страна есть, нужно только иметь особое сердце, что бы ее увидеть. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...